Приветствую вас, Оксана. Ну, знаете, что вам хочется сказать? Хочется вам, наверное, сказать, что... Ценности ваши, ваши ценности нужно менять. Или, по крайней мере, корректировать. Потому что, когда вы говорите, что самое главное, самое главное, что семья полноценная, да, это означает, что семья для вас, как бы, ну, превыше всего, да, это вот, собственно, говорит о том, что у вас заниженная самооценка, да, и себе вы, к сожалению, не доверяете. То есть у вас нет такого ощущения, нет такого внутреннего опоры, нет. Вот, потому что вы говорите, что беременные и беременные, да, вы таскали сумки, сумки, ну, пакеты, в смысле. А вот, по сути, вы понимаете, что это унижение, но всё равно продолжаете себя так вести, всё равно продолжаете так поступаться, оно продолжает этот истерпеть. Вот, и, собственно говоря, момент здесь, он, на самом деле, он такой момент, именно момент. Почему вы всё это терпите, если понимаете, к примеру, что семья ваша ненормальная? То есть ради чего вы это терпите? Вот, по факту, да, что нужно рассмотреть. Вот, то есть, по-видимому, по-видимому, речь идёт о страхах ваших. По-видимому, есть об, речь идёт об определённых элементах восприятия себя. То есть, вот, вы себя видите, воспринимаете определённым образом, к примеру, что, ну, к примеру, да, что вы, допустим, что вы ни на что не способны, да, сами по себе, допустим. Что вы, что вы сами ничего не можете, что у вас, как бы, ну, видимо, нет какой-то работы, да, нет реализации, вот, своей собственной реализации нет, да. Вот, поэтому я думаю, что одним из основных моментов, которые вам можно здесь указать, да, это, наверное, наверное, это осваивание какой-то деятельности своей, вот, освоение своей какой-то деятельности. И, соответственно, осваивание источников дохода, вот, осваивание источников дохода именно для, ну, именно, вот, для себя. И, соответственно, определение независимости, то есть направление на независимость со стороны мужа, от мужа. А вот мне видится ситуация, в принципе, такой, да, другой, другая ситуация, то есть по-другому, ближайшая цель, ближайшая цель, это вот такая, чтобы вы увидели, что вы, ну, достойны, чтобы вы увидели, что вы способны, чтобы вы, эээ, чтобы вы, эээ, что вы, эээ, что вы, эээ, что вы, эээ, вы ничем не хуже. А пока, что с детьми, находясь с детьми, вы, эээ, по сути, это дел, ээээ, столько, столько расписываетесь в своей, ээээ, не самостоятельности. К сожалению, это вот то, что довольно, ну, это то, что довольно негативно сказывается на ваших отношениях с мужем и вообще, эээ, поднимать нужно самооценку, да, уверенность в себе и работать с целями, вот. Вот, возможно, имеет смысл, эээ, рассмотреть, эээ, возможность, эээ, поменять личные границы, эээ, ваши, эээ, то есть, ну, сделать их более четкими, более, эээ, такими, основательными, вот. Вот, и не позволять мужу, к примеру, эээ, там, чего-то, да, и не позволять ему, ну, в отношении, эээ, в отношении себя какие-то вещи, вот. То есть, эээ, мне кажется, что, вот, эээ, примерно в таком, эээ, ключе, да, вам, эээ, нужно двигаться, примерно в таком направлении вам нужно двигаться, то есть, если вы, эээ, не хотите, эээ, чтобы эти унижения были всю жизнь, да, то, соответственно, вам нужно, ээээ, поставить ему, грубо говоря, ээээ, такой, ээээ, ну, не ультиматум, но, может быть, условие, да, что, либо ты будешь меня обеспечивать, да, либо, соответственно, я от тебя уйду, вот, вы почему-то не уходите. Устанавливает, восстанавливает вас, эээ, по сути, по сути, ээээ, то, что, ээээ, дети любят. Ээээ, вашего мужа, и всегда есть, эээээ, секс, ээээ, вот, но, разве, разве этим определяются отношения, ведь вы же чувствуете, видите и понимаете, что, помимо секса, да, помимо секса, и помимо того, что вы любят дети, у вас, по сути, эээээ, больше, как бы ничего и не осталось. То есть, для того, чтобы, эээээ, мужчина изменил свое отношение к вам, нужно, чтобы вы изменили отношение к себе. Чтобы вы не позволяли себе какие-то вещи, чтобы вы брали на себя ответственность за то, что, эээээ, ну, за то, что происходит. Чтобы вы выбрали ответственность на себя за свои действия. Ээээ, вот, и, ээээээ, соответственно, только тогда он, эээээ, будет, эээээ, как-то, по-другому у вас, ээээээ, к вам относиться. Эээээ, вот. Вот, только, тогда он будет, эээээ, как-то, по-иному с вами взаимодействовать. Ээээээ, почитайте, про, к примеру, треугольник Карпмана. Вот, и, прочитайте, эээээ, прочитайте просто в интернете, да, возможно, про социально-захистические отношения. То есть, мужчина, он, вот, очень похож на такого садиста, да, который нас ограничивает, который, ну, не даёт вам, как бы, чувствовать себя свободно, да, а вам, вам это по какой-то причине нравится. То есть, вы, вот, эээээ, вы, вот, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ как и что вам делать, вот, то есть вам это не нравится, вам это не нравится, но вам это не нравится по факту только вот последние 5 лет, а до этого какие-то вещи были, да, до этого какие-то моменты были, и вы, видимо, нормально это воспринимали, да, потому что мужчина не проходит, чтобы он был, чтобы он менялся, да, то есть из вашего текста, вот вы пишете, да, все эти годы мужчины высказывали, что я сижу у него на шее, а что было до этого, до того, как вот он, ну, до того, как у вас дети появились, вот, то есть для чего, а для чего вам дети были нужны, какое ожидание, какие ожидания у вас были от детей, собственно говоря, зачем вам были дети, нужны, вот, вот, это тоже такая очень важная история, такой тоже очень важный момент, да, для чего вам были нужны дети, зачем вам были дети, вот, и чего вы ожидали, да, чего вы хотели, и, собственно, вот, это очень важная история, очень важная история для вас, вот, поэтому я думаю, что на это тоже нужно обратить самое пристальное внимание, как развивались ваши отношения, вот, ну и ваши отношения к семье, да, к тому, что вам это дает, с этим тоже нужно работать, на мой взгляд, потому что это то, что вам, то, что вас ограничивает сейчас, вот, по сути вы говорите, что вот он, вот он такой плохой, да, вы жалуетесь на мужа, говорите, что вот он, вот он там не дает там что-то, то-то, то-то, там деньги у него, там постоянно, ну, вынуждено просить, да, и так далее, вот, но ведь, понимаете, вас вчера же никто не заставлял, как бы, быть с ним, ну, в отношениях, вас же никто не заставлял, вы же его выбрали сами своего мужа, вот, и совершенно очевидно, что, по-видимому, у этого есть какие-то причины, вот, по-видимому, у этого есть какие-то основания, вот, и нужно, собственно, на эту тему как раз таки и обратить самое пресильное внимание, чем был обусловлен выбор, хорошо, вот, дальше, такое ощущение, что мужчина хочет вас сейчас подчинить себе, вот, выпейте, что я поправилась на 20 кг, соответственно, планируете ли вы делать что-то, чтобы снижать вес, да, то становиться для него более привлекательной, более женственной, вот, то есть, чтобы он вас ценил больше как женщину. С другой стороны, если ваши отношения всегда так устраивались, то он не поменяется. Вот, ну, вот вы пишете, да, что главное – это полноценная семья, а вот это, значит, ключевая, как бы, ошибка ваша. Вот, можно изменить ее, можно изменить его отношения. Да, можно, если вы сами представите себе жертву и будете работать над своей независимостью. Разговаривать он не любит. Ну, правильно, потому что мужчина понимает язык жестов, язык действий, точнее, а не жестов, а вы хотите с ним разговаривать. слова тут не помогут. Тут помогут, скорее, только ваши действия какие-то помогут. Вот, тут помогут ваши поступки. Вот, именно поступки. Значит, это то, что действительно поможет. Если вы ей представите, бросите у него деньги, например, да, он с вами будет заработать в пустыне дому. Вот. И так далее. Тогда вот это, вот в этом случае, да, в этом случае вы способны, действительно будете способны что-то изменить, и отношение может к вам изменится. Вот. Но только в том случае, если у него есть к вам чувства. Вот. И если у него нет к вам чувств, то, скорее всего, он ничего не изменится, мужчина, он, как я себе говорил, да, он, в общем, он так и будет себя вести, и ничего не поменяется. Это главное, нужно быть готовым, готовым к тому, что человек будет вести себя так дальше. Вот. В целом, в целом, значит, главная самооценка, собственно реализация, страхи, если есть уверенность в себе, и ценностный аппарат. Система ценностей. Это вот то, на что вам нужно обратить самое практическое внимание, то, над чем нужно работать вместе, вместе с психологом. Вот. Ну, а уже работая над этим, и раскрывая себя в этом, вы будете, естественно, что интересно, менять отношение к себе. И к мужу. Вот. И, соответственно, вашу жизнь насчет менять. Вот. Но, конечно же, будет и сопротивление, безусловно, будет и попытка вас подавить, и так далее. Все это будет. Все это будет. Вот. Поэтому, тут вам нужно быть просто к этому готовы. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.